Колеса здесь вот. Сейчас они задвинут. Раз, приподнял, они могут гулять. И самое главное, самое удобное. Вот так вот. Раз, и делается зелячее положение. Причем сразу с ногами. Раньше отдельно у нас все было. Долгожданное кресло-коляска у Оли Игумнова из Медвежьих озер появилась ко дню рождения. Никто не подгадывал. Родители свободно вздохнули. Во время прогулок их 11-летней дочь будет меньше беспокоиться. Девочка появилась на свет 6-месячной из-за преждевременных родов. Выжила после сильнейшей асфекции и обширного кровоизлияния в мозг. Обычно коляска для прогулок Оли не подходит. Нужна специализированная, которая стоит 354 тысячи рублей. Таких денег у семьи не было. На просьбу Игумновых откликнулся благотворительный фонд «География добра». Через полтора месяца нужная сумма была собрана. Нам эта коляска действительно была жизненно необходима для нее. Так как у нас уже проблемы по врачебным показаниям развивались у нее с позвоночником. Она очень любит гулять. Она мир воспринимает именно через прогулки. Потому что не видит, не слышит. Для нашей доченьки вы сделали просто чудо. Спасибо еще раз большое от нашей семьи. Пожелать всем мира. Самое главное – веры и любви. Потому что любовь, она всегда в сердце помогает от чистого. И душа становится теплее и ярче. Собирали на коляску всем городским округом. В школах, учреждениях культуры, центральной и юношеской библиотеках волонтеры «География добра». И единомышленники из экологических сообществ «Среда роста», «Раздельный сбор фрязина» установили баки для сбора вторсырья. Средства от переработки поступили на расчетный счет Оли. Акцию так и назвали – «Добрый пластик». А в День знаний несколько классов подарили учителю один красивый букет. А сэкономленные таким образом средства направили в фонд. Мы просто не могли не помочь в данной ситуации. Тем более, это было в наших руках. Мы собрали родительское собрание общешкольное. И дали всю необходимую информацию для родителей. Мы рады, что мы помогли нашей семье, которую мы опекаем и любим. Общими усилиями удалось собрать 424 тысячи рублей. Даже больше, чем нужно. Откликнулось очень много школ, очень много лиц со стороны, которые участвовали. И нам даже удалось сделать небольшой пересбор. И эти деньги пойдут на нового подопечного. Вот это фонда «География добра» из городского округа Щелково. Оставшиеся от покупки коляски средства фонд направит на реабилитацию семилетнего Семена Трунова из Фрянова. Мальчик страдает расстройством рецептивной и экспрессивной речи. Он понимает собеседника, но отвечает звуками и жестами. Врачи говорят, что речь у ребенка может появиться. Семе нужна реабилитация каждые 4 месяца. Стоимость очередного курса – 179 тысяч рублей. Волонтеры заняли сбором средств. Мы анонсируем новую акцию «Добрый пластик». Во многих школах стоят наши контейнеры. Мы призываем школьников и родителей сдавать пластик и макулатуру. И деньги после переработки пойдут на лечение этого ребенка. Однажды мы рассказывали о семье Труновых. Старший брат Семена Саша спас жизнь ребенку, который по неосторожности провалился в болото. Губернатор отметил поступок ребенка медалью за спасение жизни. Подвиг Семена впереди. Ему нужно только помочь в этом. На данный момент фонд собрал в пользу Семена чуть более 70 тысяч рублей. Тем, кому неудобно приносить в Турцеррио на пункты приема, могут отправить СМС на короткий номер 7522 со словом «Победа» и через пробел указать желаемую сумму пожертвования. Михаил Налютов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok